Доброе утро, дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, друзья, слушатели, приветствую вас с именем нашего Спасителя Иисуса Христа. Хотел бы сегодня поговорить о дороге с Богом. Это не простая дорога в нашей жизни, не всегда она бывает просто, не всегда она бывает ровная, бывают и кривые пути в нашей жизни. Но цель Бога всегда провести нас по этой дороге, выровнять наши кривые пути, чтобы прославилось его святое имя. У нас с вами есть хорошая история, которую Бог записал в Библии в своем слове. И эта история показывает, напоминает нам о нашем пути с Богом. Мы часто выбираем, по какой дороге нам идти, и часто не думаем о том, что же будет потом. Что-то подобное было в жизни Иакова, когда он выбрал свою дорогу и пошел путем обмана, получив отцовское благословение. Он подсидел своего брата, он достиг обманным путем этого благословения, и в итоге потом пришли последствия. Брат захотел его убить, Иаков испугался, начал бежать, и бежал, понимая, что ему нужно спасаться. Вот что-то подобное бывает в нашей жизни. Выбор нашей дороги, он может быть чреват. Бог сказал, что он есть путь истинной жизни, и его дорога, она в повелениях его. И его повеление это инструмент для нашего сердца. Сделаем ли мы так, как сказал Бог, или поступим по-своему? Давайте мы посмотрим на эти два персонажа. Это Иаков и Исаф. Интересно, записано в 32 главе Бытие. Мы почитаем 6 стих, 2 половину стиха. И этот стих и эти стихи, которые будем читать, они что-то показывают подобное в нашей жизни. И что-то подобное мы с вами переживаем, когда выбираем свою дорогу. Мы знаем, что Иаков выбрал свою дорогу, и сейчас впоследствии. Давайте прочитаем. Когда Вестники сказали Иакову, что идет Исаф, и идет не один, с ним 400 человек, Иаков испугался, и он смутился. И он начал спасать ситуацию, он начал делить все то, что у него есть, он понимал, что все может быть чревато, он понимал, что брат может поступить так, как он хотел поступить. И это привело его к страху. Но интересно, страх приводит к пониманию и дает нам возможность вспомнить о том, что Бог пообещал. А Бог пообещал Иакову, что он проведет его этим путем, и будет благотворить к нему, и поможет ему. Интересно, как Иаков начал обращаться к Богу. Он сказал, 9 стих, Интересно, Страх, он понимал, что последствия могут быть, и он понимал, что Бог его проведет, и Бог ему пообещал. Но человеческая натура, она всегда будет спасать ситуацию, понимая, даже если Бог сказал, что проведет. Мы будем всегда иметь какую-то свою мотивацию, свои мотивы, и выбор нашей дороги, он всегда связан с мотивацией нашего сердца, А мотивация связана с результатом, и интересно, это всегда будет в нашей жизни. И вот здесь, если мы смотрим дальше, Иаков понимал, что могут быть серьезные последствия, и он хотел расслабить сердце брата своего. И в 20 стихе он сказал, Умилостивлю его дарами, которые идут передо мной, ибо потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он в ту ночь ночевал в стане. То есть мы понимаем путь Иакова. Он понимал, что ему нужно что-то сделать, чтобы брат к нему был снисходителен. Но часто и в нашей жизни бывает что-то. Когда мы понимаем, что идет ответ, мы пытаемся что-то сделать, чтобы нам было немножко легче. Интересно, у Иакова была война, он понимал свой путь, он ушел этим путем, он вспоминал всю дорогу, которая была у него. Он точно знал, что значит его имя, и он знал свой путь, точно бывает в нашей жизни. Когда мы выбираем дорогу, мы точно знаем, какая мотивация была этого выбора. Мы точно понимаем, что будут определенные следствия, но нам этого так не хочется, и за следствие будет результат. И это было в жизни Иакова. Давайте мы посчитаем с вами дальше. Мы понимаем, что Иаков, он боролся, у него была внутренняя война, он понимал, что ему непросто, он понимал, он не знает как быть, и он хотел просто, чтобы Бог ему помог, он боролся с Богом. 24 стих. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не доливает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Интересно, мы часто боремся с Богом, хотим достичь своих целей, результатов. Мы часто хотим получить свои желания, мы часто хотим что-то подобное переживать, делать, что было у Иакова. Но вы знаете, Бог, он всегда остается Богом. Бог, ведя этим путем, он исправляет, и он здесь, даже когда Иаков боролся с ним, он говорит, отпусти меня. Иакова говорит, не отпущу, пока не благословишь меня. Иакова был настойчивый в своих желаниях, в достижениях своих желаний. Это хорошая черта. Но именно эта черта начала проявляться тогда, когда он понимал, что он нужен будет платить за то, что он сделал. И он понимал, что только Бог ему может в этом помочь. Интересно, в этот момент борьбы, войны в нашей жизни бывает что-то подобное. Бог может задать вопрос, как он задал Иакову. Как имя твое? И он сказал, Иаков. Иаков сказал, я обманщик. Я посидел брата своего, я достиг неправильным путем. Я пошел не тем путем, я выбрал этот путь. Я это осознаю. Интересна реакция Бога. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. То есть, те черты негативные. Вы знаете, часто Бог, наше зло, нашу глупость, наше желание, Он часто использует, если у нас есть понимание, осознание, использует для того, чтобы исполнить волю Его. Дорогие, сегодня будешь ли ты с Богом, достигая тех или иных путей? Какую дорогу сегодня выбираешь ты? По какой дороге мы сегодня идем с тобой? И пусть Бог сегодня нас благословит, чтобы мы шли дорогой Бога, которая будет благословенна. И мы понимали, что Бог обязательно будет вести и проведет нас так, как Он хочет, а не так, как мы хотим. Пусть Бог благословит, чтобы мы шли этим путем ради Бога, для славы Его. Будьте благословены. Аминь.